Возраст согласия. Когда подростки смогут вакцинироваться сами и когда в регионе начнут прививать детей. На ближайшие пять лет кто стал председателем Алтайской избирательной комиссии? Всемирный день футбола. Рассказываем о состоянии и перспективах этого вида спорта в Алтайском крае. Прививать детей в крае начнут уже в конце декабря. Тогда же в регион поступит первая партия вакцины «Спутник М», предназначенная специально для подростков от 12 до 17 лет. Всего по стране планируют распространить больше 250 тысяч доз для вакцинации детей. Вакцина «Спутник М» будет двухкомпонентной, с концентрацией в пять раз меньше, чем для взрослых. Ее уже испытали на добровольцах этим летом в Москве. Единственным побочным эффектом, по мнению сотрудников Национального исследовательского центра Гамалеи, стала повышенная температура. Вакцинировать детей будут согласия родителей. Правда, начиная с 15 лет, подростки вправе самостоятельно принимать решение о прививке. А вот как родительское сообщество нашего региона восприняло эту новость, мы расскажем в ближайших выпусках. Добавим также, что на этой неделе в медучреждение края поступило более миллиона комплектов вакцины для взрослых. Барнаульцы могут бесплатно, комплексно проверить свое здоровье, измерить уровень сахара в крови, узнать соотношение жира и мышечной массы в организме, а также получить консультацию узких специалистов. Где можно провести осмотр, расскажет Анара Шагирова. Болезни лучше предотвращать, чем бороться с ними. Это банальная истина, но многие тянут до последнего. Не хотят тратить время на очереди в бюджетных поликлиниках и деньги на обследования в частных центрах. Но мало кто знает, что проверить общее состояние здоровья и получить консультацию, к примеру, акушера-гинеколога, можно довольно быстро и без расходов. Для этого и создан краевой центр медпрофилактики. Анализ крови на сахар и холестерин, измерение внутриглазного давления, оценка работы сердца и легких. Последняя манипуляция, к слову, очень востребована среди курильщиков. В комплекс обследования также входит определение параметров своего тела, роста и веса. Количество жировой, мышечной и скелетной массы позволяет оценить качество питания и риски развития хронических заболеваний. Для этого проводят так называемый биоимпедансный анализ тела. Часто пациенты приходят, думают, что они здоровы, проходят у нас обследования. У кого-то ожирение, дефицит массы тела тоже выраженные часто бывают. Также бывают часто отклонения по ЭКГ, кардиовизору, остеопения, остеопороза тоже часто. Только за этот год, по данным Краевого Минздрава, здесь обследовали больше 50 тысяч пациентов. У 73% выявили отклонения, которые могут обернуться серьезными заболеваниями. Отпеть им пройти комплексное обследование можно не только в Барнауле. Центры общественного здоровья находятся еще в Бийске, Рубцовске и Славгороде. Все, что требуется от посетителей, заранее записаться на прием. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Единогласно председателем Алтайской избирательной комиссии вновь стала Ирина Акимова. Сегодня в правительстве края состоялось первое заседание избиркома нового состава, который будет работать в ближайшие пять лет. В голосовании участвовали 14 представителей избирательной комиссии с правом решающего голоса. В результате главой Крайсбиркома вновь стала Ирина Акимова. Ирина Леонидовна за те годы, когда она руководила избирательной комиссией Алтайского края, накопила очень серьезный, бесценный опыт этой работы. Она знает избирательный процесс края, она знает законодательство. Председатель будет со знанием дела профессионально и добросовестно выполнять поставленные перед ней задачи. Заместителем председателя единогласно избран Евгений Суворов. Секретарем также единодушно стала Анна Пономаренко. Напомним, новый состав избирательной комиссии края формируется на пять лет. Семь представителей назначаются парламентом, еще семь – губернатором. Еще полторы тысячи тонн угля необходимо для того, чтобы хоть как-то согреть жителей Локтевского района. Об этом заявила руководитель района Галина Глазунова. Но пока поставки из Казахстана поступают скромными партиями, а между тем прокуратура провела проверку из-за нехватки топлива и уже начала наказывать ответственных лиц рублем. Подробнее у Валентины Аскеровой. Мы у соседей занимали мешок угля, у родственников. Не в нашем районе мы купили этот уголь. И то не факт, что нам этого угля хватит, потому что зима неизвестна какая будет. А если среди зимы покупать, то неизвестно где. Почти месяц жители Локтевского района не могли купить топливо, чтобы затопить печь и согреться. Подобная ситуация сложилась сразу в нескольких районах Алтайского края. Особенно остров в Локтевском. Прокуратура провела в свою очередь проверку и вынесла представление главам пяти сельсоветов района из-за нехватки угля. Директор МУК Масальской АТС по становлению прокурора привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей. Поселок Масальский кипит. Жители возмущены тем, что рублем наказали директора местных тепловых сетей, а главе сельсовета выписали представление из-за нехватки угля. Жители говорят, что они невиновны, ведь уголь возили с райцентра, а там черного золота не было и в помине. Причем директор МУК Масальского ТС, если угля вообще не было, прокурор района штрафовал. Жители поселка говорят, что именно районные власти не сформировали своевременно необходимый запас топлива. А те, в свою очередь, пояснили, что казахстанские разрезы прекратили отгрузку в Россию в начале ноября. Снабжали внутренний рынок. После многочисленных писем предприятие соседней республики начало отгружать топливо небольшими партиями. За последние две недели в Локсевский район пришло около тысячи тонн. Переговоры с поставщиками продолжаются. В разговоре с Акимом, замом Акима города Семей, мы разговаривали, он сказал, что до 15 числа, пока ситуация будет такая сложная, после 15 декабря, когда внутренний рынок Казахстана будет обеспечен хотя бы 10-дневным запасом угля, то вагоны в нашу сторону пойдут. В данный момент снять напряженность в районе с углем, нужно примерно полторы-две тысячи тонн угля еще сейчас, чтобы стабилизировать. Наши поставщики обещают в районе 15 декабря стабилизировать поставки. Приезжие жителям обещали наладить поставки угля к 15 ноября. Поэтому к новому сроку они относятся, мягко сказать, скептически. А между тем стоимость угля за тонну не снижается. За 3100 рублей – неподъемная ноша для многих селян. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. На территории парка Изумрудный появился контейнер для сбора крышек. Локально контейнер поможет сделать планету чище, как бы громко это ни звучало. К тому же все собранные средства с переработки пойдут в приют для животных Бусинка. Важно, скидывать в контейнер можно только чистые крышки. Их можно снять с выпитой бутылки молока, сока, кваса. Также можно приносить крышки с упаковок от растительного масла или упаковки Дойпак. Это упаковки из-под кетчупа, майонеза и соусов. Также подойдут колечки от крышечек и ручки от пятилитровых бутылок. Школьники и студенты, которые стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена», встретились с председателем правительства Алтайского края Игорем Степаненко, чтобы поделиться впечатлениями о победе. В этом году в конкурсе участвовало 2,5 миллиона человек. Из них несколько тысяч школьников и студентов из нашего региона. Удача улыбнулась лишь некоторым, а именно среди учеников 5-7 классов победили трое школьников из Барнаула, Бийска и Ярового. Среди 8-10 классов победительница из Бийска. Она получила денежную премию в размере 1 миллиона рублей. Такой же приз еще у четверых наших студентов, которые учатся в алтайских техникумах или колледжах. Ну а главная награда за участие в конкурсе – это поездка по России от Москвы до Владивостока, которая состоялась в сентябре этого года. Красноярск пройдет своей красотой, Енисеем и небольшими пригородами. Для того, чтобы организовать участие в этой грандиозной программе, которая реализуется уже два года в стране, конечно, край тоже участвовал. И около 4 миллионов было затрачено в бюджетных средств, для того, чтобы все эти мероприятия осуществились. И мы, конечно, очень довольны. Край вложил 4 миллиона, но получили 5. Победили ребята абсолютно из разных муниципальных образований Алтайского края. Это не одна какая-то элитная школа, признанная школа, а это абсолютно разные школьники и среднепрофессиональное образование. Сегодня отмечается Всемирный день футбола. Этот вид спорта прочно вошел в нашу жизнь и стал для множества людей хобби, развлечением, а для некоторых и профессией. Наш регион подарил немало игроков, которые вошли в состав известных клубов страны и мира. А между тем, этот вид спорта, считает ряд экспертов, находится в удручающем состоянии, хотя для его развития и принимаются меры. О состоянии и перспективах алтайского футбола в специальном репортаже Дмитрия Дроздова. Только ленивый не кидал камень в адрес спортивных чиновников края из-за состояния поля на стадионе «Динамо». Но сюда же можно отнести и отдельные тренировочные базы, которых, к слову, не достает. Я недавно побывал в Краснодаре на их базе. Там космос, ну просто космос, это, не знаю, какая-то другая планета, как будто я приехал. И там еще старая база, скажем так, идеальна, а там уже строится новая. Там настолько все структура выстроена, мне очень понравилось, что там есть и молодежная команда, есть Краснодар-2 и Фанел-1 играет, и есть главная команда. То есть там настолько все это по ступенькам, то есть ребенок, все, вот-вот-вот-вот он идет. То есть нет вот этой пропасти. Изношенная инфраструктура – лишь одна проблема алтайского футбола. Упирается она, конечно, в первую очередь и в деньги. Дефицит средств игроки команды мастеров ощущают и на собственном кармане. Например, бюджет барановского клуба «Динамо» по большому счету не менялся более 15 лет. А это резко ограничивает возможности ездить на сборы, улучшать тренировочный инвентарь и повышать зарплаты игроков. Команда, по мнению тренерского штаба, превратилась в донора для других клубов. Объективно команда выживает. Мы прийти не имеем никаких возможностей. Много раз слышали критики. Очень много у нас со времен 2007 года, когда вылетели из первой лиги, сложилась такая тенденция, мода, что у нас не ругает «Динамо» только или нет. Никто не хочет понять, что команда держится из последних сил и с такими бюджетами, с такими условиями команда либо снимается, либо занимается всем последнее место. Все это в итоге не может не влиять на игровой тонус команды. В Кубке России доходили до элитного раунда, а в чемпионате держимся в серединке. Менять ситуацию сложно, но все-таки возможно, считает наш известный уроженец, а сегодня и комментатор Матч ТВ Михаил Миламед. Он советует барнаульским клубам объединиться и совместно развивать футбол в Алтайском крае. Мне кажется, если работать в одном направлении, всем дружно, понятно, что у всех своя дорога, что у всех своя судьба, у всех все по-разному. Но если в целом видеть, что ты не должен во главу угла ставить соперничество, а кооперацию, содействие взять как общий курс, мне кажется, что у нашего региона будет большой успех. Еще один острый вопрос по мнению местных футбольных экспертов. Пропасть между спортивной школой и главной командой края. Чтобы ее устранить, нужно выстроить структуру организации развития спорта. От академии и футбольных школ до молодежных и впоследствии взрослых команд. Тогда и юные футболисты будут уверены в перспективности занятий с мячом. И не будут стремиться как можно быстрее покинуть Алтай. Недавно, кстати, в Барнауле в поддержку детского футбола открыли академию «Динамо» и школу «Льва Яшина». И угловой слева. Снова высокая подача. Ерекин. 4-1. Это промеж снесется слева Соболев. И мой пас Соболев. Соболев. Коверников отпасовал нам Розляхо. Тот катит штрафную и гол. Абсолютно заслуженно. Уфа забивает гол. Это голы алтайских футболистов премьер-лиги. Всего в элитном чемпионате играет 8 наших игроков. Это значит, что несмотря на все сложности, а нередко и вопреки всему, парни остаются преданными футболу и вырываются на вершину российского футбола. Сейчас у молодого поколения, если не получается заявить о себе через клуб, есть только одна возможность попасть в большой футбол. Успешно играть в турнире Лига Бро. Многие скауты или по-другому агенты по отбору спортсменов смотрят этот турнир. Лучших приглашают в профессиональные клубы благодаря турниру Лига Бро. Кстати, Соболев, Камилов как-то играли в этом турнире. Ну прям последний это вот Кирилл Чурсин с командой Снежный Барс. То есть он отлично проявил себя в первой части. Его увидели, пригласили на просмотр молодежную команду Сочи. И, соответственно, он там закрепился, подписал контракт. Инфраструктурные преобразования, уверяет чиновники, уже начались. Так, на Трансмаше скоро должен появиться специальный манеж, где смогут заниматься и юные, и взрослые футболисты. Правда, на сегодняшний день только исследует грунт для будущего строительства. Когда же в содержании команд государство будет вкладывать большие деньги, вопрос остается открытым. В период пандемии о спорте думают в последнюю очередь. Отсюда команда мастеров остается на одном из самых низких уровней по результативности в стране. Одесский спорт во многом финансируется из родительского кошелька. Впрочем, не стоит отчаиваться. История мирового спорта знает немало примеров, когда самые выдающиеся звезды выходили из самых низин. Пусть и нашим игрокам в этом смысле повезет. С Днем футбола вас, земляки! Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Создает шедевры ногами. В Барнаульской библиотеке имени Башунова открылась выставка необычной художницы. В силу жизненных обстоятельств держать кисти руками она не может, но выручает ноги. Подробнее об уникальном творчестве, которым сегодня восхищается вся страна. Валентина Аскерова. Вот по дуванчику. Я когда пошла мимо, я непроизвольно затаила дыхание. Думаю, вдруг он полетит. Вдруг он раскроется. Масло-карандаш и безграничная фантазия. Живые картины иначе и не назвать. Это творчество Руфины Масловой. У особенной девушки тяжелое врожденное заболевание порно-двигательного аппарата. Художественные шедевры создавать ей приходится ногами. Ну, вообще, сначала я рисовала карандашом. Ну, то есть, с детства я вообще любила карандаш. А год назад мне посоветовала Анна Белецкая, посоветовала попробовать маслом. Ну, получится мне или не получится. И я попробовала. Которые первые картины, у меня их нет, к сожалению, которые я уже нарисовала. Где? В Москве. В свои первые работы девушка подарила московской публике. А после еще приумножила. Сегодня в библиотеке имени Башунова открылась ее персональная выставка. Картины обсуждают, размышляют над ними и стараются запечатлеть в памяти и на фотографиях. Впечатления вообще классные. Вот я знаю Руфину, да, и поэтому как бы вот смотришь на это все, и глаз радуется. И когда я нарисую, мне тоже кажется, как у меня это все получается. Как будто это не я рисую их. Один день на карандаш, до двух недель на масло. Художественного образования Руфина не получила. Девушка учится рисовать по видеоурокам. Любую картину возьми, они все сложные. Начинаю смотреть, вроде бы так легко рисуется. Но когда начинаю рисовать, это ужас. Там столько у меня нервов выходит с этой картины. Стираю, опять начинаю рисовать. К слову, все картины Руфины уже раскуплены. Но полюбоваться живописью горожане еще успевают. Выставка картин продлится весь декабрь и праздничные дни января. Кстати, живопись – это далеко не единственное увлечение Руфины. Девушка профессионально занимается паралимпийским видом спорта – бочей. И участвует во всероссийских соревнованиях. В свои 29 лет живет полной жизнью. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...